Та-та-ра-та-ра-та... Ой! Другой разговор! Buenos dias, Amigos! Сегодня у нас группа Король и Шут, песня Лесник, будем её разбирать. Хотя, кто уже только это не делал, 800 тысяч миллиардов, 25-17 человек делали из неё фингерстайл, какие-то метал-композиции. В общем, издевались как могли, издевались, понятное дело, в хорошем смысле слова. В предпоследнем ролике я сыграл этот риф вступительный, вот этот. И люди стали писать, вау, давай срочно его показывай, потому что у тебя уже был разбор, но без этого вступительного рифа. И как я понял, весь цимис в этой песне именно в этом самом вступительном рифе, потому что каждый хочет его сыграть в самом начале, чтобы все друзья-подруги обернулись и радостно ожидали, что сейчас мы начнём после буквы Л вставлять любые гласные звуки вот в этом месте. И остальная вот эта штука. Это всегда очень забавный пазл. В общем, я вам сейчас всё это дело покажу. И я понимаю, почему люди прямо это попросили. Потому что этот риф, он один из самых узнаваемых в русском роке. И хейтеры Михаила Юрьевича могут в очередной раз умыться собственным дерьмом, потому что именно Михаил Юрьевич придумал самый или один из самых узнаваемых рифов в российском роке. Так вот, мы начинаем играть рифочок очень просто. У нас задействованы только две струны. Четвёртая, третья. Нам каждую ноту нужно извлекать дважды в первой части этого рифа. Седьмой и десятый лад на четвёртой струне, седьмой и девятый лад на третьей струне. Все ноты извлекаем дважды. Повторяем ту же самую штуку. Опять у нас седьмой и десятый на четвёртой струне. И двенадцатый и десятый на третьей струне. Потом только третья струна. Опять же извлекаем ноты везде дважды. Двенадцать, десять, девять, семь. Двенадцать, десять, девять, семь. Это всё выучили и повторили. И финалка этого рифа играется. Четвёртая струна, пятый лад. И третья струна, четвёртый, пятый, седьмой лад. И только в самом конце, на седьмом ладу третья струна, мы играем не дважды ноту, а один раз. Первый раз дважды. И переходим. Те же самые позиции. Только у нас уже практически всегда одна нота извлекается. Иногда две. По одной ноте. Потом две. Вот здесь две всего лишь. Потом опять по одной. И всё. Те же самые позиции. Самое главное, запомните, где дважды мы бьём. Всего лишь здесь получается четыре раза. Мы бьём дважды, остальное всё по одной ноте. И после того, когда сыграли вот эту штуку, мы ставим квинту ля здесь. Ну и так далее, и тому подобное. Смотрите, после того, как мы сыграли вот эту фишку и сыграли квинту ля, сделали вот такую штуку, провели медиатором по верхним струнам. И снова у нас квинта ля. Потом фа. И играем вот такую фишку квинтами. Ре, до, ре. И потом уже аккорд соль у нас пошёл. И уже пошли петь. Там аккорды обычные, простые. Это у нас аккорд. А, ме, фа и соль. Во всей песне, кроме того места, где у нас начнётся модуляция. Так вот, есть ещё одна прикольная фишка, которую все ждут. Это закричать «Хэй». Смотрите, у нас там. С улыбкой добродушной старин меня впустил. И жестом дружелюбным на ужин пригласил. Хэй! С победой! Ну и так далее. Вот это «Хэй», оно у нас кричится на проигрыше таком. Опять же, квинта. Ре, ми. И аккорд соль. Ещё раз. С улыбкой добродушной старин меня впустил. И жестом дружелюбным на ужин пригласил. Хэй! Как будто. В общем, нам нужно поставить четыре аккорда. Ре, ми, соль. И опять ля минор, он же аэм. Хэй! Как дома будни, я ничём не откажу. Аккорды здесь простые. Я ничём не откажу. Я ничём не откажу. Хэй! И здесь ещё одна фишка очень крутая. После припева у нас идёт проигрыш. Который желательно весь ставить на баррэ. Тогда вообще все ваши друзья будут в шоке. Хэй! 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 Вот такая штука. Вот эти аккорды у нас получаются. Соль, фа, сэ. Всеми любимые. И аккорд опять аэм. Можно, конечно, играть здесь. Вот такую хрень. Но, естественно, это уже звучит чуть-чуть хуже. И всё не настолько брутально. Ну, а после этого у нас опять тот же самый куплет на тех же самых аккордах. На улице темнело, сидел я за столом. Весник сидел напротив, болтала там осём. Но, уже после второго припева у нас нет вот этого проигрыша. Его нет. Сразу же начинается модуляция. Мы уходим с аккорда а-ме в аккорд хэ-ме. Он же си минор. Но, уже с твоей историей, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. И сразу же. И волка среди ночи забыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом. Здесь аккорд а-шэ-м-ши-и. Аккорд ля-мажор. Он же аккорд а. И припев тоже на тех же аккордах. Я имею ввиду с модуляцией. Будь как и дома, путники, я ни в чём не откажу. Только здесь появляется уже аккорд е-м. Раньше у нас был только а-шэ-м-ши-ля. Теперь а-шэ-м-ши-е-м-ля. Будь как и дома, путники, я ни в чём не откажу. Я ни в чём не откажу. Я ни в чём не откажу. И множество историй. Ну и так далее. И уже финалка у нас. Коль желаешь, расскажу. И интересный переход с мажорного аккорда ля в минорный. И мы возвращаемся к изначальной тональности. Получается такая штука. Множество историй. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. И убираем вот этот палец. И... Три аккорда. А-ме, фа, жи. И закончили на а-ме. Все аккордики будут в моей группе ВКонтакте. Заходите, скачивайте файлик, наслаждайтесь. И, как говорится, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых синяков. Ставьте лайки, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok